Аплодисменты Аплодисменты КОНЕЦ КОНЕЦ Проводиться в поезде встретил своего бывшего преподавателя. Чарный ход, проводитель на бит, учащий. Ого! Здравствуйте, Соня Степановна. А, Сидорову. Ну-ка, дай мне постельное пелье. Тысяча рублей. А что, так много? Да, но на экзамене вам мало было. Когда санитарный сон уже кончится? А вот когда на мои вопросы ответите, тогда и вылетите. Перестань, включай, и три публика сахара туда. Три? А три тоже заработать надо. Да-да-да. Девчонышка, идите не подряд и выходит из клуба. Анжели, папа, мамы. Каждый, какой-то такой. Грунвый дед не спать учется. Даже правда пошли домой, сколько можно. Иди уйти отца, стоите за дверцы. Каждый, почти три, четыре. Да, но мы с чего не научимся. Мои друзья, но мы продолжаем. Права! Не стреляйте от рук. Ты че так вывелись? Я узнал страшную тайну. Оказывается, в девяностые мой отец был очень жестоким и влиятельным человеком. Он был бандит? Нет. Это он первый пустил по стране стук о том, что в конце игры его угловит лейца, показывают мультик. Да. Че-то меня по пустикам-то беспокоит. Ну поставь его в тазик, залей цевентом. Все, давай. Серега, а ты че нас за беспределку устроил? Да это мы хотим только подкупливать чай. Ай, ладно. Показывайте дальше, мошеннивые гемера. Показывайте, мошеннивые гемера. Это я подавил зима. Ну прости. Да, я знал многих. Целовался с авокадо, обнимался с папайей и так танцевал с мамасом. Вот видишь, до сих пор плечи поцарапали. Но тебя, малыш, тебя невозможно было забыть. Ведь мне мама в списке так и написала. Не забудь помидорку. Ну че, а вы че голову-то опустили? Ну ничего. Во финале возраста и проведения Кончита Курс доказала всему миру, что для победы достаточно отрастить городу. А что петь вообще не важно. И что вы будете петь? Мы петь ничего не будем. Ведь песни про Кончита Курс написаны давным-давно. Например? Ну например, вот. Что такое, как я скажу, шут-шут. Ну или вот. Как на доме мужчина. Как на доме мужчина. Ну что ты? Мы наконец-то в родичке Кончита Курс посмотрели финал «Невролюбие». Но в конце хотелось бы обратиться к новосибирским пацанам. Дорогие пацаны, приезжайте к нам в Татарск. Ведь у нас самые красивые девчонки. Стоит только выйти на улицу. Обернуться вокруг. Имя вам в руку чертить. Королеве Челесееве, спасибо. Перед вами команда КВ «Даже не думай». Друзья, возможно, у вас возник вопрос. Почему сейчас учителя из Барнаула стоят на этой сцене? Да, не все деньги идут на ремонт школы. И сразу бы хотелось вам представить нашу новую учительницу русского языка и литературы Екатерину Константиновну. Голубь, ну что ж вы за плачками стали? Чего стирается? Екатерина Константиновна, это что, татуировка? Вы же педагог, вам нельзя. Что вы как следовать в Татарейкову? Вы же педагог, вам нельзя. За ручкой сиди. Опа, привет. Пересмотрелся вдруг сериалов, да? Да, у нас входит в чем-то прекрасный, будет крутой. Катя, ты такая четкая. На учебке не похожа. Ты будешь купок. Так, все, друг, прекратите. Мы уже третий раз в Новосибирске. А три раза это статистика. Это что, удержанная статистика? Коллеги, мы же адекватная романда. Давайте показывать нормальный, педагогический юмор. Да, ты ли, чего вам не желать? Давайте за образование треснем. И для начала представьте, муж перепутал свой шампунь с лошадиным шампунем жены. Дорогой, а ты не видел мой шампунь? Итак, представьте, человек-паук после шарной тусовки. Че? Так я, чего-то думать не стала, волновалась, лети никак не могла. Так а что? Орро!!! Вот представьте, романтика в Бернской. Дорогая, у нас сегодня годовщины. С честь этого знаменательного дня, я хочу подарить тебе Жывей. От души, братан! Ученик перепутал одногласника с директором. Эй, привет! Так непонятно стало сына Стаса без диплома. Какие ты еще? Представьте, парень, который грозным летом отдыхал в Таиланде. Жена! Молодой человек, а можно с вами познакомиться? А, не-не-не. Муж, который слишком поздно нашел нужную вещь. Жена! Я нашел дуэмиллятор! А, я разведел. В каждом городе есть такое обычное. Влюбленные пары приходят на определенное место, вешают замок и выбрасывают ключ, дабы закрепить свои отношения. В Барнауле, таким местом, является новый мост через год. Итак, представьте, муж пересмотрел свои взгляды после свадьбы. Да где этот ключ был? Дорогой, убери своего контактного чеклапла, он его съест! Ага! Не могла бы мама съесть пол золотенька еды? Конечно, не могла! Это не мои волосы вам! Это чеклапла! Пу! Блин! Да что я делаю, а? Какая музыка? Ага, моя жена! Я ее люблю! И да, любимая! Дорогой! Тут такое дело! Он собачку качал, твои документы в машине, они вообще тебе еще нужны? У Семеновича болгарка! Эспирю тут замок! Я только в школе! Ну что ж, давайте посмотрим, может спортзал? Может не надо! Что значит не надо спортзал? Показывайте! Это что такое? Художественная гимнастика. Какая гимнастика? Это школа Олимпийского резерва. Девчонки, 20 лет резерв надо бы зарабатывать. Бардак, я ухожу. Подождите, вы, конечно, можете, у тебя 100 долларов ставьте. Какие 100 долларов? Я посмотрел просто. Ну, кальян-то, как говорили. АПЛОДИСМЕНТЫ Да сейчас, когда вы даете руку с вашего класса, следом, вы не оборудовались. И вы теперь еще и в полках полный рост ставите. Друзья, мы в конце-то педагоги хотели бы закончить крылатой фразой. Если хотите после себя оставить след, не топчетесь на месте. Хорошо, что мы в Барбалову спец пешком пришли, да? Ага, и хорошо, что у нас в Екатерина Константиновна закусывалась сумка, это еще не точно. Команда КВН-теборных учителей даже не думает, урок окончен. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сцене чай. Знаете, мы проанализировали выступления других команд и заметили, что в начале все читают рэп под датстеп. Поэтому мы решили прочитать рэп под датстеп, о том, как другие команды читают рэп под датстеп. Рэп под датстеп. АПЛОДИСМЕНТЫ Пацаны читают рэп под датстеп, и девочки читают рэп под датстеп. Смотрите, смотрите, жюри тоже хотят читать рэп под датстеп. Давайте им поможем. Зачем? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и что вы выделились, как педрушка в зубах? А вообще кто? Вы ничего не замечаете? Я эта Марина из будущего. А я покрасилась. А ты, Миша, посмотри. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алло? Это Экстрэфитнес. Запишите в программу «Приограджение, пожалуйста». АПЛОДИСМЕНТЫ Я не могу спросить, тебе ничего не паркует. АПЛОДИСМЕНТЫ Так как я из будущего, я вам сейчас расскажу, как надо его выигрывать. Да что вы берите? Вы чисто шарлотка. Шарлотка. Да пуф. тебе ничего паркует? АПЛОДИСМЕНТЫ Да и как он у тебя погибется? В, что же она могла бы что-нибудь рассказать, что бы там делать. Ну всё, я молодец. Ты чё? Не поднимайся мне! Стойте! Остановите! Это безумие! Вы только посмотрите, какая тут новая красотка, да? Ой, я третья, да? Зато ставите стрёмные. Ты чё, дебил? Ну да. Ну так и иди отсюда. ЧАС! ЧАС! Ну так как я из будущего, я про вас всё знаю. Никита, например, вчера был на концерте Макса Коржа. Да, это называется смешной юмором. Вот тебе действительно серьёзный смешной юмор. Парень, идёшь там после курдой ночи? Никит, тебе понравилось? Никита, ты чё за классный живой? Ну, Никита, ну что ты всё время молчишь? Все может идти. А это Никита, даже дегенератор юмора. Ха! И это вы называете дегенератор юмора? Ха! Итак, сейчас я вам покажу такое, такого вы ещё никогда не видели. И... художник Ну как? Собака не начала кормить. Смотри, чёрткий пацаник сзади. Надо срочно адаптировать миниатюру. Ребята, ребят, идите сюда. У меня для вас подарок не есть. Какой? Горящие путёвки. Ух ты, а давайте через них прыгать, как на ластницу. Ну, больше я получил так, как я дома. Аж каратся, как я, аж такой такой. А где б сзади степня? Аж каратаса. Аж каратаса. Он сказал, что закончить своё выступление мы бы хотели словами Александра Попова на следующий день после изобретения радио. Да где это радио дальше-то? Ну, ё-моё. А с вами была команда Куэн-Чай. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня пятница, здесь рука не будет, поэтому придёте смотреть на нас. Слушай, ну тебе прям форма отлично, хорошо. А мне? Ну, с моей формой уже бегать пора, ну. Вообще-то я не толку, у меня, правда, кожа отсутствует. Ты посмотри, жаль. Валя, почему ты постоянно над ним раздеваешься? Ну, ой, господи, девочки, а зато вы родители сегодня придут. Ну, чётки, тузки. Ну, кому как не тебе об этом говорить. Вообще-то, секундочку. Решение модное просто. Вообще-то у нас тоже после как движуты. Слушай, Наташа, а тебе на лицо когда-нибудь наступали? Нет. Ну подчем на первый буду? Ванечка, может, мы чуть-чуть начнем, брат? Брат! Конечно, брат. Аудиокниятюра. Ссора в семье Марии Шараповой. Слышишь, мне чуть-чуть нормально. Есть. Продюсер Валерий Леонтева готовит его к выходу. Б.А.Б.А.Б.А.Б.А.Б.А.Б.А.. Ты смотри, красавцы! Поготовились? Про жарапу смешно было… Слышь, перец! Я смотрю тебя подзагитоем, это развезло немножко. Так, терпим-терпим-терпим-терпим-терпим! Романная спорная Россия. Название опасное. Ну какое название? Такие шутки. Поэтому начнём, друзья! Эй! Эй! Ну, привет, друзья! Что ж, и давайте начнём с бытовушки. Представьте бабушка. Потянулась за пультом и немножко не расчитала. Терпи, бабушке тоже больно. Парень решил расставить все точки на «и». Бабуля! Вот это наркоман. Я нормальный. Ещё разочек. Это наркоман. Я нормальный. Пойдём со мной. Простяточка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, раз все сотрудники ЖЭКа собрались, начнем наше собрание. Алкаш! Да не забывай! Алкаш! Алкаш! В мужской дружбе что-то пошло не так. Ну, ужас, Сань! А трестер точно наоборот играется. Алкаш! Ты же поздновато, но, ой, я, пожалуй, сегодня у тебя останусь. Че, девчонки звать будем? Да не, может быть, по старинке, ладно? Забовно? Вот так твоей команде покажем. Пройдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Очередь в пункт сдачи в крови. Ну, послушайте. Слышь ли не похиле? Господи. Кто крайний? Ну, я. Скорее же тревог. Галя? Света. Я вообще-то Наташа. Ну, верь, галяйте отсюда. Я у нее просто сотку заняла. Слушай, ты не знаешь, жирную кровь принимают. Женщина ушел дура. А вы что, мусульмане, что ли? Ладно, ребята, не только спроси. Только спроси. Женщина, здесь всем только спросите. Ну, давайте соберем еще и вместе спросим. А, слушай, женщина. Да, шучу я. Шучу я. Я и есть врач. Ну, что ты сдачи в крови. Слушай, а толстый пил правду зуманскую не принимают. Ну, я и есть врач. А, да, я и есть врач. Ну, я и есть врач, и есть врач. Ну, я и есть врач. Ну, я и есть врач. Давай, давай, мы с древней с тебя за вторую сушку поснять. Дорогие друзья, прошлый полуфинал в прошлом сезоне прошел в этом же месте. И мы выиграли. Поэтому не хотелось бы нарушать традиции литературы. Объясняк мне непонятно, да? Команда «Сборная России» Кирписова с ухорством. Спасибо. Вокурсия и подошли к концу. Визитные карточки и закончили команду «Сборная России». В конкурсе разминка максимум 6 баллов. Вопросы от наших прекрасных зеленых жюри. Друзья, самый большой человек в городе «Разимирский план» КВН Алексей Прозверов, друзья. Друзья, здравствуйте всем. Всем привет. Такой вопрос. Совсем скоро начнется чемпионат мира по футболу в Бразилии. Придумайте, пожалуйста, слоган этого мероприятия. А ты что, победитель, что ли, у вас до сих пор нету, что ли? Никакого слога? Мне просто для себя, просто. Для себя? Что кричать? Да, да, да. Просто капитан, чемпионат, выехал на чемпионат мира по футболу. А я не буду чемпионат первого футболу. А остальные куда? Плохо тебя слышно. А куда остальные идут? А кто куда? Смешно, ведь у нас сейчас происходит. Отвечает команда сборной России. Итак, слоган чемпионата мира по футболу. Ну, быстрее, выше и в замене. Какой ответ, как бы, за оппонентами, выделяйте? Будут ли еще ответы под команд? Как оказалось, что вопрос легкий, на высокой купите поставил за команду. Бразилии будет проходить. Ответ команды королевцы Елисея-Татарска. Итак, слоган чемпионата мира по футболу в Бразилии. Ну, в России можно сделать такое слоган. Ну, наконец-то, наши поехали, или ладно? Сау-ха, да. Так не написано, мне кажется. На всех блокахах. Отвечает команда чай. Слоган чемпионата мира по футболу в Бразилии. Сборная России проиграем, но позагораем. Если от этой команды играть не думает, есть, это какой-то богатый статей. Сборноульский брать, да? Итак, слоган чемпионата мира по футболу в Бразилии. Сборная России, кто игроковал? Эмберша! Абиньфейн, кто-то все будет выступать. Спасибо, Алексей. Аббонир, друзья, двигаемся дальше. Дмитрий Владимирович, а вот это все равно вопрос. Дорогие команды. Вот если театр начинается с вешалки, то с чего начинается ТВР? Это Кантин Сергей, хотел же вопрос вчера придумал в полвечера. Тут прям с языка у нас все. Думаете ли у этого вопроса что? Пока команды думают, хотелось бы сказать, что вчера первое место заняла команда. Мы не стесняемся, но вчера зачиняли первое место у команды Поливи и третье место у команды Института управления. Это вот для тех людей, которые вчера были наиболее. Кстати, сегодня команда Поливи присутствует в зале, к примеру. Можно подойти, с ними познакомиться. На входах выбрать можно еще рано. Есть ответ у команды? Есть ответ у команды КВН Королеви Зелесей. Если театр начинается с вешалки, то с чего начинается Ромина? С КВН. А я, так сказать, с картинки в своем уголове. Какие видите у нас? Интересные, оригинальные, похожие жюри. Серега, ты же не продвинулся дальше, перед тем, что наставим, что начинается с КВН. И сейчас вся команда, да, что скажет нам дальше, да, после вроки, да, что будет. Вот, давайте. Татарский приедет домой, скажет, что нас засудили. Вопросы какие-то разные, постоянно задавлены. Ну что, пять, четыре, три, два, один. Атлетов больше нету. Нет, есть, есть ответы команды сборной России. Если театр начинается с вешалки, то с чего начинается отпуск? С какого-нибудь интересного мероприятия. Отлично. Вот, вот так вот. На самом деле, просто, только сейчас думаю, что это неправильно, постоянно кинуть вопрос. Наши клуб находчивых, девчонок находчивых, клуб молодой человек из Института молодежной политики и социальной работы. Выпросил. Сейчас вы не пугаетесь, не пугаетесь, не пугаетесь. Нет, мне просто почему-то нравится произносить эти чудесные слова. Я не пугаетесь. Ладно, ответы к Институту молодежной политики просмучали. Есть ли ответы от других команд? Больше ответов? Так не честно, но еще два вопроса. Так вы, ребята, понимаете, что не нужно готовить ответ? Там потому что будет что-то другое. И такое бывает. Берзкий фразверов не выходит, значит, ответов больше нет. Спасибо большое, я не надеюсь вам. Диме, в задаче Александр Филиакин, друзья, задают свой вопрос. Здрасте. Ведущий открытой лиги по имени Александр Лобиков был с рыжей бородой. Вчера был Егор Канцев с черной бородой. Максим Лотова пока не определился. А каким вообще должен быть идеальный ведущий, говорит? Ну-ка. Скажите, очень интересно знать, отвечает команда сборная России. Первый ведущий открытой лиги был с рыжей бородой, второй с черной, третий не определился. Каким должен быть идеальный ведущий командир? С института молодежный по имени Александр Лобиков. Вот за это я иду. Отвечаю команду Городчак. Каким должен быть идеальный ведущий гуэр? Который не обращает внимания на мужские бороды. Реально, Александр, мы хотим, чтобы полуфинал украл, а тут нам вся их глаза прыгает. Все. Что нельзя, нельзя. Вот отвечает команда, даже не думай, Барнаул. Каким должен быть идеальный ведущий гуэр? Да главное, чтобы застой кипит на долг. Есть ли Мирский Олег на команду Гороима Селесей? Татарцев. Тревесный Ягинский Олег Т validation. Спасибо, Александр Блякину. Юлия Алексеевна. Вы получили? Нет. Сергей Канкен задает следующий вопрос. Может, он аплодировал. Друзья, директор открытилий город Посидинска. АПЛОДИСМЕНТЫ МОЖКИ ПЛЕСУДА САМАПСЯ КОНЕ你 hairy По входу торцы Как отомстить почвить Россию Ветер. А вот сразу видишь. Есть ответы. Есть ответы от команды «Даже Нерония». Как отомстить почте России. Поставите почте в поликлинике. Хороший ответ наружу. Я буду поставить в «Джеронию». Вот есть ответы еще от команды «Королевские висения». Как отомстить почте России. Подожди, подожди, попозже. Ну что, видите, оказывает все время, когда вам задавать хорошие вопросы. Поэтому вы на усы ими намотаете, которые в основном обращаются. У тебя много вопросов. Ничего себе. В полуфенале перья вообще компонент или нет? Залетно пишет еще много вопросов. Будут ли еще ответы? Федя, вот расскажи вам пока что, наконец-то, большая взаимка. Какие у тебя вот эмоции? Стали чемпионами полуфинала? Нет, когда станем чемпионами, тогда... Ну, я, видите, я уже заранее просто задумываюсь. Я поэтому, кстати, не играю в эксплуатации. Давайте. Я уже вопрос задумал. Как отомстить почте России? Ну, пусть они на электричку от Барбового в Новосибирске сначала сядут. Там с пересадкой или с пешком дошли, были в фалаваузе. Спасибо. Отвечай. Там это сборная России. Смолиски. Как отомстить почте России? Выдавать им зарплату нет. Нет, нет, нет. И, и, если еще ответы. Ответов больше нет. Ответов больше нет, давайте поаплодируем. На мой взгляд, разлыка была заплодна. Еще и по боку, это для Жюри Глеба. Жюри Глеба еще вопрос. Давайте, хорошо. Сейчас идет чемпионат мира по хоккею в Минске, где сборная России выступает очень хорошо. Тут можно аплодировать. Вот. Но все равно, знаете, как-то не уходит эта больная, которая была у нас в Олимпиаде. Скажите, что нужно сделать, чтобы забыть проигрыш на Олимпиаде в Сочи. Классная песня, Серега. Да. Шазэ. Скорее, чтобы себе разомно поставить. Максим, что нужно сделать тебе? Безусловно. Чтобы забыть проигрыш. Я, я уже забыть. Я, я уже забыть, чтобы не было след. Институт. Молодец, я бы не знаю, что я не работал, как я спрятал. Можно, например, что нужно сделать, чтобы забыть поражение сборной России в Минске и Олимпиаде в Сочи? А, ну то есть у вас результаты европейки не удовлетворяют. Вы довольны? А ты все матчи смотришь в Сочи? Ну, так, сборной России? Нет. Это не вообще, в принципе. Вообще, в принципе. А сборной России? Почти. Да я вот хожу на все игры сборной России. Куда-то куда-то не надо. А то я, умею, зарубить не смогу, бежу. Длинная и всех. Отвечает команда Королев-Селесей. Что нужно сделать, чтобы забыть поражение сборной России в Минске и в Киеве после Олимпиаде в Сочи? У тренера поменяли, осталось состав поменять, и стороной перейминовать. Но стороной перейминовать не будем. Сложно работать с Олимпиадем в Сочи? Вот. А кому сейчас не было? Длинчика, конечно. Кому-то бы съездить хорошо. Видишь? Много различных активов этих человек. Хорошо. Презентуешь всех. Ну что, есть ли еще ответ, друзья? Еще один ответ, команда, мы вам даже не думаем. Что нужно сделать, чтобы забыть поражение сборной России в Минске и в Киеве после Олимпиады в Сочи? Поверьте, после Олимпиады тот самый судья очень долго будет помнить поражение сборной России в Минске и в Киеве. Ну, если ответ у сборной России, то мы получаем ответов больше. Нет, друзья, давайте пооблокируем команду. Можно задать, пожалуйста, микрофорчик? А мальчик, понимаете? Можно ли, пожалуйста, увидеть, для начала оценочки? Можно ли, пожалуйста, увидеть оценки за конкурс-разминка? Максимум 6 баллов в том порядке, в котором команда записана в протоколе. Оценки команде Королевич Есей? 4-4-3-4-4. Здорово. Оценки команды сборной России. 6-6-5-5-5. Оценки команды КВН даже не думают. 4-5-4-4-4-4. И заценки команды КВН «Чай». 4-4-3-4-4. Вот такие вот оценки за конкурс-разминка. Сейчас, я думаю, наш прекрасный человек посчитает очень быстро все баллы и скажет сумму баллов за два конкурса. Пока он посчитывает баллы, хотелось бы сказать, что сейчас, друзья, будет текстовый конкурс очень сложный. Конкурс и отбор, в котором команды будут презентовать именно текстовые шутки. По истечении каждого круга команда будет нашу сцену покидать с активом в 0.4, 0.6, 0.8 и 1 балл они разыграют. Да, я скажу пока оценочки за визитную карточку. Что-то о польске. Да, за визитную карточку в речи 74 балла ровно. За распыльку 3,8 балла. За два конкурса в общем 7,8 балла. Здорово. Так, сбор в России 5 баллов за визитку, за размитку 5,6 и 10,6 балла за два конкурса в общее интересные результаты. Даже не думай, 3,4 балла за визитку, 4,9 балла за размитку и за два конкурса в общем 7,6 балла. Можно аплодируем, друзья, вне зависимости от того, чтобы команду победить. 4,8 балла за визитную карточку команды «Чай», плюс 3,8 балла за размитку и в общей сложности 8,6 балла за два конкурса. Спасибо большое, Сергей, можно обратить вас в вернуть микрофончик обратно к командам, а нет, но мне просто так было бы удобно, если вы все делали, называйте команду. Итак, у нас есть конкурс «Би-А-Хлоп». Начинаем с команды, собственно, которая стоит в отзывной работе, команда «Королевский музей». Первый круг, ход 3 шутки. Работницы контактного центра «ТРС» сначала 15 минут напевают мужу мелодию, а уже потом ложатся к нему в постель. В убийстве дирижера подозревают всех музыкантов оркестра, потому что у каждого был свой мотив. Когда «Баракова» женился, гости поздравляли его с днем «Баракосочетания». Двигаемся дальше. Шутки от команды даже не думаем. Жена Гуклачева родила воскресенных детей. Из них семерых раздали, а на украстьевиков оставили. Отец нечаянно проглотил слешку. Так сказать папка с файлой. Со словами «Это с вашего первого концерта Сергея Изюкова попросили расписаться на дочке». Шутки от команды «Сборной России», друзья. Вай-фай Федора Емельяненко раздает вещей. Девушка снова на минуту с парнем оберегности заказала две дорожки в полуке. А девушка в днем треуге напал аппетит и нанес два жировых удара в область талия. И шутки от команды «Чайка». Теперь шутки. Патриарх не виделся, и не сыгрался в твиттере, но его посты никто не соблюдает. Как говорят борцы, ледоеды, не поваляешь, не поешь. Программите с зеленым, угнал телевку из Яндекс.Пакета. Итак, разрушали шутки. Давайте спросим мнение жюри, какая команда должна покидать нашу сыру с активом в 0,4 балла. Первый и третий команды. Чутер команды проявились в СИП по одной шутке. В актер Шарапова из музыкальной школы материться в трех тональностях и детей октавра. Максим Калкин раскулся под счастливой звездой. Ну что, ну что, вы решили, можно отдавничать и оценить, какая команда напитает нас? Ну, ну и здесь уже все решено. Покидает нас команда по номерам 3. Сборная Россия получает фоксив свой 0,4. Двигаемся дальше шутки от команды Королевича Лисей. По две шутки детей в каждом груди. Чтобы население Китая было занято работой, в китайских магазинах вместо манекенов стоят живые люди. После того, как название магазина ДНС установили додумного инопланетянина, пару пирог из дома напротив бросили пить. Двигаемся дальше, даже не думаем. На вопрос «Чей это ребенок?» Статья Брова предложила мужу четыре варианта ответа. Когда здороваешься с фризировщиком, ощущение, что здороваешься с черепашкой ниндзя. И шутки команды Королевича Лисей. И шутки команды Королевича Лисей. Красивый вид не запреклишь. Тракторист не кинешь в квартире под номером 300. Вторая. Сексуальный конь ходит буква «Ж». Вот так вот. Вот и все, ребята. Можно, пожалуйста, увидеть всю команду в деревне Компийского сырка? Это команда, которая подвинет нас с активом в целых в 60 баллов. Команда под номером 2 покидает нас. Команда так же не думает. Вот эта битва между татарством и Чаем. Одно такого не было. Ну что, вот две шутки от команды Королевича Лисей. Школа водителей маршрутки не начинает свою работу, пока не наберется полный класс. Отец, который очень хотел сына, обрадовался тогда у дочери, начали расти усики. Теперь я попробую. Бабочка-однодневка. Всех опотерелась, благоди номер 2. АПЛОДИСМЕНТЫ Лох Вася очень любил животных, особенно леща и лося. Какое бы интересное начало, что-то такое. Мощное. Ну что, штрафной групп, штрафной групп, еще по одной шутке. Запущен новый рейс аэрофлота Махачкала-Нальчик. Махачкала-Нальчик, волосатый рейс. Теперь ты. Чтобы понять мотивацию детей к учебе, министр образования предлогу печать фонда «Алкаши» на дневниках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алисейна, гуляйте команда КОЛЛЧА со своим смешным на вашем задании. Раз, два, раз, два, три, четыре. Молна шапка пошла, значит, я пойду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочется пойти со стрёмными домашними заданиями. Кто? На посидевский руку, опять. Вот это нормальная песня по стрёмочкам это было. Что-то в игрушки играть, да? Что вам нужно? Руки на капот. Здесь нет капота. Как будет капота? Когда домашнее задание почти провалено, И, конечно, не шанс на помощь приходит он. Капот! 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 Ну где капота достали? Да, ну как это? А Серёжа выйдет? Нет! А скиди капот! Ты понимаешь, что наличие капота в нашей команде позволяет нам показывать многие миниатюры. Поэтому... Капот! 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 Итак, представьте, умирал старый капот. Дети мои, подойдите ко мне. Да, отец, я убираю и хочу сказать последние слова. Снова... На заднем... Что на заднем? На заднем... На заднем... Что на заднем? На заднем в ходе замер папа Толя. Дракивセметрова... Царился жесточайший хаос. Как достало. Я заин остался без капота. НЕЕЕЕЕТ! Поехали! 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 То есть вы утверждаете, что участник под номером 8 – это капот? Ну да, я уверен, участник номер 8 – капот. Скажите, вы действительно капот? Нет, я синтезатор. В обычной семье. Так, ну-ка, сын, иди сюда. Да, мама. Я вчера стирала твои джинсы и нашла мне капот. Мама, это не я, это пацаны, вы подъезде машину разбирали, честно, это майор. Еще раз, я навалю тебя в штанах джинсы, ты у меня его женой будешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Домашнее задание спасено. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы будем привезти тебя в КПЗ, поэтому поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Открывайте багажник! Но у нас нет багажника! Вынести багажник! Багажника! У вас реально нет багажника? Нет. Покупайте багажник? Нет. Вы сидите тогда на багажник? Конечно, зайдите. Мужики, что у вас машина такая грязная? Сейчас нам автомойку зайдет, помоем. Мужики? Да. Ноги подними! Ой, простите, 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 пожалуйста, простите. С вас 300 рублей. Держите. Спасибо. Поехали дальше. Спасибо, мужики, что подвезли. А что это у вас с коробкой передачи? Так, у нас полная! Полная! Полная коробка передач! И сегодня передачки получает сзади Саня! Саня получает передачку! Спасибо! 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 Получает передачку! Все! Ну вот видите, все преступники наказаны, все посылки доставлены. И на весь счастливой ноте мы заканчиваем наше выступление. А с вами была команда КВН-Чайник. Единственная команда КВН, которая пугила... Да! Да, Элита! Спасибо! Вот так, друзья! Вот так! А пресс-мирно! Давайте начнем! Скоро в России наступит не хаосов и беспорядков. Такие дни у нас становятся выпускными и последнее ознакомление. Давайте с вами тоже перенесемся в один из таких дней. Итак, представьте. Ответное слово учителей-выпускникам. Вот и настало время для ответного слова учителей-выпускника. И, судя по тому, как вы учились, оно будет матерным. Ушел Петров, уйдет к синичке. Никто не гнёт ядро технички. И этой бедной тёте Нине никто не треснет швапой по хребтине. На сцену для ответного слова приглашается классный руководитель одиннадцатого П. И. 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 Не переживайте, вдруг идите, идите. После официальной части мы все будем как трудовик. А сейчас, соответственно, словом приглашается человек, с которым будет спути 11 лет живо обо. А недели лет, бульки и праздники, радости и горя. Встречайте, школьный наколот Екатерина Константиновна. Твой взгляд, твой взгляд, тебя не выдавали. Спасибо, спасибо, Екатерина Константиновна. Давайте проводим нарколога громкими аплодисментами. Слава Богу, что неусловно. Заплачен трудовик, физруку берет слезу. В спортзал выпускники до зубов приделали козу. Дмитрий Сергеевич, трудовик из-под контроля вышел. Что случилось? Он маму Синичкина и вызвал. В школу-залману. А еще он Петрову аттестат испоганил тройкой рыбой. Ну, я не знаю, придите, разберитесь еще раз. Не проваливайте со сцены, пожалуйста, не мешайте. Химичка, вас помнить будет сто лет. За прически густой фиолетовый цвет. А помните уроки биологии? Там в кабинете все стоял скелет Сережа. Давайте-ка мы скинемся по сотке. Сережины в семье поможем. А мы продолжаем выпускной. Хоть бы физрук опять не вышел. Дмитрий Сергеевич, все, хорошо. Пустили трудовик в школу. И что же он делает? В учительской бордак. Туда он привел с собой собак. Они, короче, сидят там, когда директор войны. Дай же, дай, 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 дай. Мы на них идем. Егор Сергеевич, отправьте его уже куда-нибудь. Хорошо. И сам помните, пожалуйста. На сцену приглашается учительница География. Для вас любы. Для вас любы. После выпускного, девочка с ростового. Долгая дырала, синий векона. Жить хотела, наверное, да? А если вы со сцены не уйдете, то тоже жить не будете. Спасибо. Видите? Видите, Сергеевич, отправили телодовика. Куда? На студвестном вместе с собаками. Пустили там песни или дурцовы. Я за ним упаду. Провасть в войну. Наконец-то, наконец-то выиграли. И на этой радостной игроте хотелось бы предоставить слово директору. Для вас любы. Хотелось бы сказать огромное спасибо за отремонтированную машину мою, за новый пластиковый окна твоей квартире. Если бы не вы, всего этого можно было бы избежать. И, наверное, вы хотите спросить, почему я и учитель географии, и школьный нарколог, и директор школы? Ну, во-первых, теперь у меня полная ставка. Во-вторых, на день учителя я получаю в три раза больше цветов, конфет и коньяка. Ну, а мы, славяя, пойдем упираться в Рок-Сити, в Рок-Сити. Ура! Команда КВН-сборная учителей. Спасибо за что. Готовая следующая команда. Готова на этой сцене появляется команда КВН-института молодежной политики и команда КВН-сборная России. Друзья, а для каждого мужчины мальчишник — это вот такая классная вещь, которую он хочет сделать очень круто. Но когда организация занимается его другом, может получиться именно вот так. Девушка, здравствуйте. Мне нужно срочно снять ваше кафе на мальчишнике. Ну, у нас только поминки закончились. Забачу. Добро пожаловать на лучший мальчишник в мире! Здравствуйте, подыграйте мне, пожалуйста. Это хорош! Пацаны, какая мишка, а? Ваня, мы 20 километров из Берска ехали. В бар с названием «Дмище». Ну, что, все как дома, ну? Давайте сразу помесять, тяпнем. Буду уже давно для вас все отбить. А есть чем добить? Ну, у нас только кисель остался. Пошли, дите уже, хорошо, а как? Ну, что, как говорится, на земле один хвостиком стало меньше. Порянем! Это кто? Кто? Это! Да это же твою мысль. Кто ты? Как тебе хотя бы зовут? Пацаны, да это не надо, чтобы так вот, как ты сам были пьяными казаться. Ну, подкани! Здорово, да? Давайте уже выпьем. А че это пармен на стойку залез? Да как это он сам, это крути. Давайте уже, как говорится, за здоровье молодых, ага? Пармен повторить! Что, за темную работу? Ваня, как договорились, стриптиста будет? Ну, обижайте, конечно! Держи, пожалуйста. Да? Раздевайся. Что? Раздевайся. Как это? Вчера раздевайся, сегодня раздевайся. Ну, я заплачу. Хорошо, и тортик там найдешь. Ну, ага, 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 ага. Тортика нет? Ну, вон, быть ясно, и без нее. Давай, иди, 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 иди. Никинос! А ты вот дальше тебя ждет в новой жизни, а? Дорогая, это еще нормальные, чистые носки. Ага. А такая ситуация будет обязательно. Дорогая, можно я сегодня с друзьями посижу? Спасибо. Дорогой, сегодня твоя очередь. Спасибо. Пожалуйста. Ребята, как обещал, встречайте. Невзравненная грехуля! О-о-о-о! О-о-о-о! Смотрите, какая слюдная! Не знаю, что я просто и аплодировал. Поверим! Как ты? Держусь! Держись! Девушка, может, музыку нам включите, а то вообще что-то... Все. Можно по-молодежке, а? О! Понятно, где же все стилы-то? Ну вот, дальше же можешь, любимый, да? Пф-пф-пф! Кто кто-то? Кто кто? Это кто? А это ведущий! А это ведущий! Да, готовим документом, кроме него. Ха-ха-ха-ха! Смотрите, мужик! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ну вот, забыл свою честь! Моя машина! Ха-ха-ха-ха! Стой! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Блин, вы че, вы че реально этот номер показывать будете? Вы че, с ума сошли? Да ладно, Серега, че ты? Мы в тот раз летний лагерь не показывали, что вам вообще понравился! Короче, я в этом участие принимать не буду, делайте все хотите! Вот это красота! Прям жгут, девчонки! Вообще, сгревает просто! А вот просто и на голову наградить, то это же предел оригинальности! Вот сейчас все члены жгут и ваши стерки нам поставят! А потом приедете по домой и съездите нас! А за что это нам диплом дали? А мы скажем, ну как же! Мы же то и без танцевали! Боже, вы еще живы! Вы это видите! Вы это видите! Да, вот это действительно не забываем! В этом году у всех школах отменили медали! А так как мы, честная школьная команда в открытой лиге, Которого как не надо понять эту актуальную тему! А так как в школе, а так как в каждой школе есть парочка вот этих всех учеников, Которые снились к этим медалям всю свою школьную жизнь! Для всех, кто знает, что такое потери! Всем, кто учился на девятерке с первого класса! Ну или хотя бы с двумя четверками! Всем, кто правовой школы самого низа посвящается! Музыка Щенит душа тоска, оздобленный в зуб стоек и ставит мне вполне заслуженную тройку! Я помню, как когда-то надлились поступить! А на бюджете без медала вместо не получить! Я помню, что там были ведьми, В освобождении отвечающей их в городке! В свадении жди в храме, вверх до строчек с иорегой! И доказать ее было главное тебе! Вы спите, не опоздайте! Глинь, печаль, я хочу тебя! Зачем печать на них? Сквозь море звезды, в руке сжимая Семь консерков, прошли твои все школы! Не забейте это, как было таки Как вашего брата в мире! Хариками даже не загота, чтоб не поголодили! Как люди прошли? Я жил-то больше не могу! Сыр-то горло вашей школы! Я в ПТУ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот вы посмотрите, действительно, И вы там же девчонки отказывают! Ну вот вы её с медалями откажите? А вы посмотрите на Дашу, Вы только отвредитесь к её улыбку! Да у неё же все слуга золотые! А если вы медали дадите, она их обязательна переплавит! Поймите, вы в первую встречу не дали машины, которые не пилиться. Чего вы вообще не писали с этому зону? На самом деле, школьные медали сопоятность том пока. Это разновидность на туне. Содержание в 90% тэй и 10% сына. Ну, вот как в такую ручку медали дать? Вот, слышите, что вы натворили? Походу, кто-то из наших стрелий захотел. Друзья, вещи, которые нас окружают, в реках лебеде ходят в прошлое. Когда-то мы попрощались с бейджером, дэйти, дэдрисом. Теперь вот отряд стали школьные медали. Ну, а сегодня, вы хотите сказать, вращая нашу другую группу, которая был с нами на протяжении долгих лет. С апреля 2014 года прекращена поддержка венцовских сфей. Мы тебя не забудем в наших сфишках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я бы снова по тебе, по тебе, по прямому глазу, как мы на английском языке. Документ сохранял, информат, выбирал, твои глаза любую, кто-то интересовал. И нам же расскажу вас каждый вечер вместе. Документ, играть, смотреть и нокаутчить. И что, как-то себе ты мне поставишь, все документы вчера вам, но я еще устраиваю. Это всегда. И что ты скажешь в ответ? Ну, это странный вечер. Ну, это конечно нет, а что ты делаешь? Это всегда у нас раз. Систему простоделения, где все свои красивые. Мы не забудем, где-то наш рабочий стол. Сафера, сын, ты собеседен. Прощай, спи, ты жизнь и мальчина. Мы сменим, мы завершим сеанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Не желайте, я продолжу. Мы, мы, пролепчие висей, Уду, укрой, укрой, укрой Укрой, укрой Укрой Продолжение следует...